В данном видео я расскажу вам о событиях, из-за которых Харанский вирус из игры Dying Light распространился по всей нашей планете и уничтожил большую часть её населения. Информация является официальной и взята из свежего комикса по вселенной Dying Light, который называется Банши, Я Исцеление. Начинается всё с того, как к доктору Коллин приходит её коллега и сообщает о результатах теста. Их вакцина против Харанского вируса готова на 83%. Осталось только разобраться с возможными побочными эффектами и всё. Можно распространять среди населения. Вирус пока ещё удавалось сдерживать на относительно небольшой территории, но всё могло в любой момент резко измениться. Однако у армии были другие планы. Они не собирались ждать. В гневе женщина ворвалась в кабинет своего руководителя и потребовала, чтобы её команде дали ещё несколько дней на доработку. Рядом с директором их лаборатории, профессором Коллинзом, сидел усатый генерал по имени Буран. Это был типичный солдафон, который предпочитал решать все проблемы быстро, жёстко и любыми средствами. Заткнув доктора Коллин, он сказал, что её проект по разработке вакцины закрывается. По его мнению, ждать больше было нельзя. Подумаешь, несколько побочных эффектов. С ними можно было смириться, если речь шла о спасении мира. Вояка потребовала, чтобы женщина передала его людям все образцы и материалы исследований. А после её выгнали из кабинета директора. Все документы начали изымать, а подопытных животных убивать. Доктор Коллин попыталась этому помешать, но один из солдат ударил её по лицу. После её сопроводили к рабочему месту и приказали собрать личные вещи. Её помощь в создании вакцины более не требовалась. Женщина взяла все свои скудные пожитки и висевшие на лампе кулона после удалилась. Выйдя из здания лаборатории, подойдя к своей машине, Коллин заметила идущих по улице военных. По громкоговорителям сообщалось, что сейчас в воздух будет распространена вакцина против Харанского вируса. Говорилось и о том, что никаких побочных эффектов после этого у жителей не будет. Доктор подумала, что всё это было очень странным и невозможным. Как они собирались распылить вакцину, если только сегодня они забрали все исследования по ней? Они же просто не могли бы произвести её в таких масштабах. Может быть, они решили использовать своё собственное лекарство? В этот же момент над городом полетели беспилотники, которые стали распылять вакцину. Коллин пришла в ужас. Она попыталась предупредить окружающих, что лекарство ещё не до конца протестировано и может причинить вред организму вдыхающего. Но её никто не стал слушать. Все поверили военным. Женщина бросилась в свою машину. Она заткнула одеждой все отверстия, через которые что-то могло проникнуть внутрь, а после уехала прочь из города. Тем временем профессор Коллинс разговаривал с усатым воякой. Он сказал ему, что он только что убил целый город, но военный отмахнулся от подобного обвинения и начал рассказывать о выживании сильнейших. И о том, что те, кто захотят выжить, заплатят всё что угодно, чтобы не сдохнуть. Похоже, у мужчины был какой-то тайный план. Не желая дальше участвовать в убийстве ни в чём не повинных людей, профессор Коллинс направился к лифту. Когда двери открылись на первом этаже, распылённый военными газ окутал мужчину. Вечером этого же дня трое гопников увидели ослабленного деда, сидящего на остановке. Они хотели его ограбить, но незнакомец вывернул одному из них руку. Лицо мужчины было болезненного цвета, а с кожей происходило что-то странное, что привело воришек в ужас. После чего они бросились на утёк. Как вы понимаете, это и был наш профессор Коллинс. Тем временем доктор Коллин приехала к своей подруге. Другого безопасного места найти не удалось. Захваченным из лаборатории Кулоне была флешка со всеми данными по Харанской вакцине. Женщина планировала завершить её разработку. Если это удастся, то такая вакцина положила бы конец вирусу. Тем временем по телевизору шли новости о вчерашнем распылении якобы вакцины. Все ведущие сообщали об улучшении здоровья граждан. Также они добавляли, что раздражения на коже у многих людей были никак не связаны с распылением лекарства. В это время доктору Коллин пришло сообщение от профессора Коллинза. Оказалось, что он ещё до распыления протестировал лекарства военных на себе. И результат был, мягко говоря, плачевный. Нужно было срочно доделывать вакцину, которую ранее разрабатывала команда доктора Коллин. Нас тем временем переносят на военную базу, где генерал Буран в окружении других военных чинов обсуждал положение дел. Судя по всему, он был раздосадован тем, что при распылениях лекарства возникли серьёзные осложнения. Скоро должно было состояться второе распыление вакцины. До этого времени генерал приказал в срочном порядке найти либо профессора Коллинза, либо его помощницу, доктора Коллин. Они были ему жизненно необходимы. А наша героиня уже доделала свою вакцину. Благодаря дополнительным исследованиям военных, которые прислал ей профессор Коллинз, женщина довела свою формулу до ума. Формула лекарства, способная уничтожить хоранский вирус, была готова. По телевизору передали, что в мэрии будет организован банкет в честь генерала Бурана, который разработал вакцину и распылил её в городе. Доктор Коллин и её подруга решили испортить эту лживую вечеринку. Они взяли машину и отправились в путь. По дороге они стали замечать разные странности. Сначала им под колёса чуть не попал какой-то очень странный внешний тип, а у зданий мэрии и вовсе происходил какой-то хаос. Военные службы безопасности то и дело открывали огонь по гражданским, которые вели себя совершенно неадекватно. Стало понятно, что по всему городу люди мутировали и превращались в монстров. Похоже, вакцина, распыленная военными, оказала совершенно не тот эффект, на который все рассчитывали. Женщины поднялись к месту проведения банкета. Коллин предупредила свою подругу, что рабочая формула вакцины против хоранского вируса находится на флешке в её кулоне. Затем доктор подошла к генералу Бурану и обвинила его в тех ужасах, что сейчас происходили на улицах города. Она сказала, что его вакцина превратила половину горожан в монстров. Генерал парировал, что далеко не половину, а почти всех. Ведь второй этап распыления происходил как раз в этот самый момент. Оказалось, что это и был грандиозный план Бурана. Он втайне создал так называемый ковчег, доступ к которому получили лишь те, кто заплатил миллиарды долларов. Оставалось только заполучить вакцину доктора Коллин, и тогда план генерала будет окончательно завершён. Однако женщина отказалась выдавать психу нужную ему информацию, за что он распылил на неё тот же самый газ, который сейчас превращал людей в монстров по всему городу. Генерал попытался ещё раз надавить на Коллин, но в этот момент появилась её подруга, которая выстрелила по злодею из автомата. Раненый мужик поковылял прочь, а Коллин тем временем уже начала меняться. Она передала кулон с формулой вакцины своей подруге, не желая превращаться в монстра, прыгнула с балкона. Смотря как единственный человек, который мог бы спасти этот город, исчезает во тьме, женщина радовалась, что распылённый газ уже добрался до верхних этажей мэрии. Собравшиеся внутри толстосумы пеклись только о своей шкуре, и именно они были в ответе за всё, что произошло. Даже умирая, они думали только о своих деньгах. Наверное, хорошо, что скоро все они станут монстрами, ведь внутри они были ими уже давно. Женщина накинула кулон на свою шею и позволила ядовитому газу окутать её тело. Что было дальше, понятно. Город за городом, страна за страной, всё погружалось во мрак. В конце концов, живых людей осталось не так уж и много, а мир откатился в своём развитии на несколько столетий назад. Спустя некоторое время после событий с распылением газа, среди выживших появилась легенда о страшном монстре по имени Банше. Это было жуткое создание, крик которого разносился по всему городу. Никто не знал, существовало ли оно на самом деле или нет. На шее у этого монстра был кулон, содержимое которого могло бы однажды изменить этот мир навсегда. Это всё на сегодня. По громкоговорителям сообщалось, что сейчас воздух будет распро... Тра-тра-тра-тра-тра-тра. Также они добавляли, что раздражения на коже у многих людей были никак не связаны с... Сука. И обвинила его в тех ужасах, что сейчас происходили на яйцах города. Улицах.